Здравия соратники! Сегодня у МОНы дебют в качестве, вторая попытка дебюта в качестве видеооператора, а у меня вторая, соответственно, попытка в качестве продажника, практически на правах рекламы. Понятно, что бесплатная реклама, понятно, что всё это ради общего дела и нашей победы. Купил я тут недавно вот этот аппаратик. Называется TGSP-2 антипаразит. Я на 15-м пока поставлю получше, чтобы подольше он циферками умигал. Заметил интересную особенность. При повышении частот здесь, работая катушками на этих частотах, идёт резонанс с тонкими телами человека. Помимо свойств именно антипаразита, вот этих вот штучек, которые работают, да, есть некое облегчение, но я не могу подтвердить, что на лаборатории, что у меня там что-то было, а потом это вот что-то исчезло. Ну, просто есть некое общее облегчение, которое, возможно, происходит в том числе благодаря тому свойству, которым я сейчас хочу сказать. Катушки Мишина, вот эти вот, они же катушки Тесла, потому что всё, что делает Александр, я ему благодарен. Он переизобретает тот велосипед, который у нас был, и весьма популярно это делают. Молодец, он объясняет, почему колёса круглые, зачем нужны спицы, и что будет, если два колеса соедините вместе, и как при этом балансировать, держать равновесие. Благодарю Александра, рекомендую всем купить эти штуки, потому что это, на мой взгляд, самый лучший корректор аурика из существующих и доступных обычным людям на данный момент. Почему? Потому что, как я уже сказал, вот эти катушки, они работают на... в резонанс входят с тонкими телами человека, которые есть внутри тела, а у нас все, как свеча пламени, все тонкие тела, они внутри тела физического практически. Открывая второй секрет и увод в сторону эзотерики, помимо того, что чакр девять основных, все внутренние тела, вся аура, она внутри, как пламя свечи. Пламя, которое жжёт, оно вот внутри тела, собственно, тело пламени. Вот это вот свечение вокруг свечи, то, что называют аурой, это лишь отражение. Какой смысл влиять на отражение и смотреть, делать какие-то выводы о свече по отражению, когда можно сделать выводы напрямую, посмотрев на пламя свечи, и поняв, что там не так. Так вот, эти катушки Мишина, они хорошо, особенно просевшие, тонкие тела выправляют, выправляют, и, соответственно, выправляется потом и общий тонус, здоровье, состояние. Именно таким перебором. То есть, по сути, это копия катушки Лоховского, то, что он делал, генератор Лоховского, катушки Лоховского, можно сказать, прекрасно зарекомендовавшая себя практика лечения человека. Частотами, высокими частотами. То есть, там одновременно были все частоты, и тонкие тела выправлялись, выпрямлялись, и наполнялись эфиром, аргоном. Можно назвать как угодно вейник, называл это хрононами, Козырев иначе, Райх это называл аргоном. Общее распространимое название эфир, тоже не совсем верно, потому что электричество, например, это тоже проявление эфира, поле времени, тоже проявление эфира. Назовем это общее поле. Я скоро планирую сделать, или сделаю ролик об общей теории поля, где я расскажу свои мысли по этому поводу. Назовем это эфиром. Так вот, это очень хороший влиятель на эфир. Но напрямую вот эти штуки эфир не производит. Эфир производит, его можно почувствовать с помощью бифелярок, либо просто с помощью одной спиральки, а не двух как бифелярной катушки. Но рекомендую бифелярки, именно двойная катушка. Можно вот так делать. Вот здесь должен быть зазор. Примерно 20% от диаметра. Можно 25. Поэтому может работать вот эта катушка. Здесь можно намотать еще одну катушку, прямо тут сразу. Если положить вот так условно, и допустить некий контакт с кожей, скажем так, в один провод, либо два, можно еще взяться за заземление, потому что здесь два плюса условно. Это особенно электричество. Я уже делал ролик про источник биоэнергии. Вот это вот еще лучший источник биоэнергии. Потому что чем меньше сила тока, влияющая на вот это, тем больше там эфира и меньше электричества. В том, что выходит. Это очень тонкая, я бы назвал ее женская, мягкая энергия. Как некий эталон. Мужчины гарантированно почувствуют, женщины только те, у кого есть еще некая связь с источником. Но я думаю, что почувствуют в той или иной степени все. Рекомендую начинать. Для начала вот частота, вот это ген А и 7 минут, с перерывом для того, чтобы тонкие тела наполнились, восстановились. И затем был перерыв для естественного течения энергии, для восстановления естественного наполнения, а не вот этого искусственного. То есть, так как наши тонкие тела, внутри тела, они как луковичка, как лилия, можно сказать, так шарики, взаимовложенные друг в друга, если воздействовать на один, все связано со всем, они фрактальны, то происходит общее поднятие, общее развитие. То есть, здесь гарантированно будет какая-то частота в резонансе с каким-то из тонких тел. Прекрасно при наполнении всплывают все, что мешает, все присутки вампирские, все порчи лопаются просто-напросто более-менее при определенном уровне наполненности. Все эгрегориальные воздействия видны, чувствуются очень хорошо при наполненности ментала, скажем так, а это где-то конечно нужно в идеале до 7 МГц, но 1 МГц достаточно, потому что вот здесь со вторичными и третичными гармониками частоты прыгают иногда до 3 МГц, по моим субъективным ощущениям подтвердить не могу, осциллографа нет, но не важно. Важно то, что это с небольшим дополнением в виде бифилярки вот этот приборчик это лучший корректор ауры, скажем так, наполнитель ауры, который сейчас есть, существует, лучший источник аргона, потому что здесь мизерные токи и очень высокие частоты, это то, что нужно. В принципе, подойдет любой качер брови на любая катушка Теслы бифилярку под вторичку и просто снимая напрямую сам, это как раз то, что нужно. Но там нету вариативности частот вот такого медленного подъема. По сути, это генератор Лоховского, классный целительный прибор, о котором мало кто знает, но на другом аппаратном исполнении. Вскрылось еще одно замечательное свойство. Мы тут страдали, смолны, от контакта с уколотом, потому что у них общее поле, которое задается общим геномам, которые в них валили. Они все начинают жутко вампирить, пробивать, с ними чувствуется дискомфорт, это уже многие замечали. Так вот, наполнение этим дает запас некой бодрости, защиты на минимум сутки, но самое интересное, что он переносной, поэтому можно брать с собой, я беру его в рюкзак, на пляж, и те, кто рядом, вот мы по ощущениям чувствуем, вот уколоты, им резко становится дискомфортно, в радиусе 20 примерно метров, все уколоты уходят в течение получаса-часа, им становится как-то плохо, они уходят либо на другое место, либо вообще к себе в номера, дискомфорта нет, он просто ушел. Вот это рекомендую всем, у кого есть вампирчики, домашние, на работе и так далее, все, кто занимается каким-то массажем, мануальной терапией, работают с любыми видами энергии, медитацией занимаются, называемым духовным ростом и так далее, рекомендую. Вот этот корректор ауры с небольшим дополнением, это просто физический поток, неплохой, какой-то неплохой, отличнейший, генератор агона, эфира, эфиром прочищаются все тонкие тела и наполняются. Из того, что есть, это пока лучший, мне известный, доступный источник. Чем меньше сила, то, как я уже сказал, тем лучше возить. Чем выше частота, тем чище, тем больше эфира, меньше электричества. Чем тоньше провод, тем больше эфира, тем лучше энергии, выходящая отсюда. То, что я взял 2 мм, этого, это много, это я сделал под бифилярку, это под силовое воздействие практически. Не рекомендую, чем меньше изоляция, то есть слой между этими проводами, тем лучше характеристики энергии, которая выходит. То есть, рекомендую провод в лаке, ставить нужно четко один провод над другим в бифилярке, но достаточно и вот этой, просто, плоской катушки. Полмиллиметра, я думаю, это оптимально, но это сложно достижимо. Миллиметр, 0,75, пожалуйста. В общем, кто что достанет, любой провод в лаке, это было бы идеально. Попробую сбросить это видео Александру, обменяться некоторыми линиями, если он позволит, потому что небольшое дополнение, дополнительная катушка к тем, что есть уже сейчас, это именно будет корректор ауры. Я надеюсь, что наполнитель ауры, либо источник аргона, и это будет хорошим дополнением для тех, кто занимается, ищет реальные и прочее. Я думаю, что этим нужно позаниматься. Прошу писать отзывы по работе с энергиями, у кого какие изменения происходили при работе с бифиляркой предыдущей, и индукционкой, и попробовать вот такой вариант наполниться напрямую вот этой хорошей, чистой энергией, как некой эталонной. и работа, и все только начинается, с каждым днем все интереснее и интереснее, потому что мы можем сражаться, можем противостоять что-то врагу, несмотря на ограниченных ресурсов, потому что у врага-то ресурсы огромные, он нас уничтожает всеми методами, но мы можем защищаться тем, что есть под руку. Повторяю, простая катушка, минимум силитока, в принципе можно подключить любой генератор частот с компьютера на эту катушку, как умешано, либо на одну, а второй снимать, вот буквально вместо динамика, вместо наушников одну катушку, а со второй снимать, поднимая частоты в идеале, можно вручную, можно просто вставить на максимум миллиагерц, два, три, кто сколько сможет, вот то, что выходит на наушники, там главная чистота, а не сила тока, потому что при высокой частоте происходят колебания эфира, в принципе, кто не может себе позволить, я считаю, что этот прибор слишком дорогой, может скрутить вот так две катушки провода и со второй подключить себе, держаться за руки, а первый подключить к выходу из либо качуру бровина, повторяю, либо просто к выходу вместо наушников, вместо динамиков, как угодно, и все будет работать, потому что так задумано, скажем так, все по плану, у нас появляется все больше и больше инструментов для противостояния врагу, для того, чтобы защитить себя и испортить планы врага. Я думаю, что это очень хорошее открытие, что мы сделали, благодарю Александра за его исследование и рекомендую всем приобретать этот прибор, потому что это готовое уже техническое аппаратное решение для генерации аргона, для восстановления своих сил. Добра, соратники, помним, что все только начинается, пишем в комментарии, кто что почувствовал, какие изменения произошли. Всего до лучшего.